Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове на 101FM. Программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. И свое «Особое мнение» сегодня высказывает Михаил Шевелев, секретарь Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Михаил, добрый день. Добрый день, Юля. Ну что, наверное, Михаил, мы с вами начнем с одной из самых обсуждаемых новостей минувшей недели. Это новое назначение в городе Кирове. Дирекцию дорожного хозяйства возглавил бывший гендиректор столичной туристической фирмы Андрей Менькин. Это назначение уже многие комментируют, многие ему удивляются. Есть едкие комментарии, мол, светский лев, это я цитирую, тусовщик с дипломом высшем образовании, получил 9 марта этого года. Вот вы тоже относитесь к этому назначению настороженно? Либо вы, наоборот, ждете каких-то перемен? Да нет, на самом деле я как-то перестал в какой-то момент отслеживать, скажем так, биографию назначаемых лиц. Ну, во-первых, наверное, потому что уже сложилось представление о том, каким образом набираются кадры у нас на руководящие должности, потому что это практически все варяги, раз, да. Второе, люди, которые до этого не были связаны с государственным управлением, то есть они могли работать в каких-либо госструктурах, да, но в данном случае скорее это казалось государственных услуг, либо предпринимательская деятельность какая-то, да, хозяйственная деятельность. То есть в данном случае говорить и обсуждать кадры, исходя из биографии, ну, практически нереально, просто потому что вот этот вот подход, когда берется не с предыдущей лесенки, там, на следующую, да, а вообще со стороны человека и дать ему возможность порулить, он, на мой взгляд, ну, уже такая визитная карточка сегодняшней команды. Вот вы знаете, если я правильно помню, когда Игорь Владимирович только приехал в регион, он, по-моему, высказывался на тему бизнесменов в правительстве, что нечего им тут делать. Ну, тут ведь, я насколько понимаю, люди-то не то чтобы владеют бизнесом, то есть это, скорее всего, топ-менеджеры каких-то организаций, компаний, и вот это вот в данном случае назначение, ну, для меня очень сложно восприниматься, на самом деле, потому что я понимаю, что, чтобы стать профессионалом в отрасли, ну, тем более, там, в дорожном строительстве, это недостаточно встретиться, пообщаться, там, с главным инженером и понять все, потому что очень много нюансов, очень много системных вещей, очень много вопросов устройства бюджета, устройства государственного, устройства муниципального, вопросов, связанных с городским хозяйством. И вот так вот быстро в них не погрузиться, если ты до этого не прошел соответствующую подготовку. Да, конечно, можно идти, ну, по примеру, я бы сейчас тоже занялся, может быть, чем-то более интересным, новым, потому что новое — это интересно. Но вот насколько этот интерес конкретного профессионала, я не допускаю мысли о том, что приходят люди там необразованные и незнающие, то есть однозначно приходят люди, которые сделали себе имя в какой-либо отрасли, в каком-либо месте, ну, с каким-либо своим бэкграундом. Но приходить именно в структуру госуправления, в структуру городского хозяйства неподготовленным, ну, для меня, мне кажется, что это риск для жителей, риск для, в общем-то, для результатов команды. И на самом деле, вот как ни странно, мне кажется, что все-таки вот именно вот этот подход, он и содержит в себе те риски, те основы тех конфликтов, которые, ну, иногда появляются во взаимоотношениях власти и общества. Этот подход, это вы имеете в виду что? Назначение варягов или назначение людей, которые раньше этим не занимались? Это некоторые принципиальные подходы, ну, то есть негибкие. То есть я не помню, на самом деле, назначений, ну, есть несколько, там, да, то есть когда, вот, ну, грубо говоря, из этой же структуры зам становится руководителем, да, то есть человек прожил все ступеньки, там, представляет степень ответственности, подходов и начинает, там, руководить. Либо, там, из смешанных отраслей приходят люди, там, да, то есть был, там, на каком-нибудь, там, коммунальном хозяйстве, стал, там, в дорожном хозяйстве. Вот. А подходы, на мой взгляд, достаточно принципиальные. То есть подходы принципиальные в том, что, во-первых, это должны быть, ну, грубо говоря, люди новой команды, то есть не местные люди. Вот. Этот подход, он чувствуется очень здорово. Второе, это связь с предыдущей командой. То есть за связь с предыдущей командой, на мой взгляд, ну, существуют достаточно карательные меры, которые приводят к тому, что, ну, многие местные профессионалы, они даже, ну, где-то отказываются и побаиваются идти в эту новую команду. И поэтому вот этот вот разрыв власти, даже внутри власти, между исполнителями и, там, руководителями, ну, на пользу этой региону не идет точно. Михаил, вот вы сказали, что из-за этого многие местные профессионалы отказываются идти в эту команду. Вы, видимо, знаете то, чего не знаем мы. Местных профессионалов туда все-таки зовут? Ну, я, как минимум, знаю людей, которые, там, из предыдущей команды потеряли свои должности и, собственно говоря, ушли. Те, кто из местных, в принципе, ну, кого-то предлагали, да, то есть, ну, они переживают по поводу даже сделанного предложения. Ну, у меня есть один-два человека, я фамилии, естественно, называть не буду. А вот скажите мне, пожалуйста, то есть получается, что в Кирове, в принципе, есть достойные кадры? Однозначно. Киров, ведь даже команда, когда приходила, она говорила о том, что Киров славен потенциалом, именно человеческим потенциалом, да, человеческим капиталом. То, что из Кирова очень много профессионалов уезжает, то есть, они где-то реализуют себя. И у нас лучше, там, одно из лучших образований до сих пор, там, в Российской Федерации. Ах, ну, знаете как, почему у нас нету команды футбольных мастеров, хорошей команды? Потому что у нас нету системы подготовки для этой команды. Когда я начинал заниматься футболом, там, да, то есть, это, там, в начале 80-х, по большому счету, да, я знал, что у меня есть шанс дорасти, там, до команды мастеров «Динамо», которая играла, там, ну, даже в первой лиге играла. По советским меркам, это, ну, очень высокий, как бы, уровень профессионализма и мастерства. На сегодняшний день начинают заниматься футболом, дворовым футболом, там, да, то есть, перспектив в Кирове ноль. То есть, куда-либо пробиться, выйти, ну, наверное, есть все-таки, да, я знаю, что есть, торпеды играют наши воспитанники, там, еще. Но это исключение из правил. Тут то же самое, чтобы люди реализовывали себя, там, в правительстве, чтобы было желание здесь расти, естественно, должны быть герои, которые должны становиться, в общем-то, во главе каких-либо, там, направлений, сфер, отрасли, в том числе во власти. Вот, а сейчас, к сожалению, этого, вот этого лифта социального, карьерного, его нету. Вот, Михаил, нам надо сейчас прерваться на небольшой перерыв. Я напомню, что это особое мнение Михаила Швилева, секретаря Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Буквально на минуту мы прервемся на перерыв и очень скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101FM Мы возвращаемся в эфир. Это «Особое мнение» Михаила Шевелёва, секретаря Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Михаил, я хочу процитировать коллегу вашего общественника, председателя правления Центра гражданских инициатив Николая Плюснина. Он на прошлой неделе написал блог, который обсуждали буквально многие мои знакомые, многие журналисты. И мне кажется, что у него такое очень удачное сравнение получилось, наглядное. Я сейчас процитирую. «Новая команда работает как космонавты. Они в своей среде. Всё окружающее их неизвестно, поэтому контакты с внешним миром минимизированы и строятся по принятым на космическом корабле правилам». Вот согласны вы с этим? Ну, я, честно говоря, и говорил, в принципе, на мой взгляд, наболел, к сожалению, действительно так. То есть это, когда приходит новое управление, то есть очень часто бывает правильным немножко отойти и посмотреть, то есть не разрушая структуру, и посмотреть, как это всё устроено для того, чтобы что-то менять. Вот здесь же получилось так, что не просто не отошли посмотреть, да, а просто сняли там пласт верхушки, ну, там практически всех поменяв, и в составе правительства, и в составе, там, департаментов, и даже в составе руководителей, ну, государственных организаций, там, акционерных обществ и так далее. Вот. И поменяв, получилось так, что стало необходимым выстроить, ну, грубо говоря, общее видение команды. А так как команда была не то, что там с одного места взяла и пришла, там, знаете, как там, ну, целым там блоком, там, топ-менеджеров переходят с одного завода там на другой, там, да, то она здесь была как бы собрана, и, в принципе, для того, чтобы начупать связь со всеми остальными-то, ну, необходимо как бы, что ли, единое, цельное мнение-то высказывать, там, говорить, ну, как-то транслировать. Так как внутри команды, на мой взгляд, это пока не получилось сделать, ну, внутри, вот, скажем, вот всех новых людей, которые пришли, то и связь с внешним-то миром, она, естественно, такая, получается, ну, достаточно безобратной связи, скажем так. А отсутствие обратной связи, оно и порождает, ну, как раз вот те сравнения, которые, ну, вот мы там в открытом космосе, там, да, вот на нас можно смотреть, там, из космического корабля, мы там чем-то занимаемся, и слава Богу. К сожалению, ну, к сожалению, я разделяю, на самом деле, это мнение Николая Валерьевича. А чем это чревато для нас с вами, для региона? Я должен тут еще немножко добавить то, что это ведь порождено не только кадровыми какими-то вещами, это порождено в том числе и финансовым состоянием, которое досталось наследству сегодняшней команде. И вот это вот решение вопросов, по которым мы очень серьезно зависим от федерального центра, ну, на мой взгляд, там, по моим сведениям, оно решается достаточно успешно. То есть нам выделяют дополнительные субсидии на федеральном уровне. То есть мы каким-то образом, там, балансируем бюджет, собственно говоря, там, ну, стараемся исполнять все, как бы, свои обязательства. Вот. А с точки зрения долгосрочных опасностей, конечно, они существуют. Они, скорее, даже, наверное, связаны с тем, что люди предполагают развитие своих идей, своих, ну, вообще, своего потенциала за пределами Кировской области. К сожалению, и предприниматели, и многие, ну, такие лидеры, там, общественного мнения, они очень серьезно рассматривают варианты продолжения своей деятельности за пределами Кировской области. То есть и вот это вот некое затягивание процесса формирования доверия к сегодняшней власти, затягивание, оно без разговора, без диалога очень тяжело, невозможно его сделать. Оно приводит к тому, что, ну, действительно, люди смотрят на то, как бы, как реализовать свой потенциал в других регионах, или там, ну, не в Кировской области. Вот это самое опасное, на мой взгляд, что существует в этой ситуации. Ну, вот смотрите, как вы видите развитие этой ситуации в перспективе? То есть все-таки в какой-то момент, ну, команда наша новая откроется для внешнего мира, либо также будут существовать в двух разных параллельных вселенных? Нет, я думаю, что все-таки это должно неизбежно произойти. Во-первых, грядут выборы. Да, без вариантов. Ну, тут есть вопрос консолидации, то есть, так или иначе, легитимность нового выборного губернатора – это то, что интересует. То есть прийти там, набрать, я не знаю, 51% голосов при явке в 20%, я не думаю, что это тот, как бы сказать, подход или та победа на губернаторских выборах, которая означала бы по-настоящему легитимную власть. Вот, поэтому, а чтобы консолидировать, необходимо определиться. То есть первое, ну, Игорь Владимирович определился с тем, что он идет на выборы. То есть это как бы раз, шаг совершен. Второй момент – к выборам нужно готовиться. Соответственно, необходимо формировать основные концептуальные моменты, связанные там с предвыборными обещаниями, с программой и с консолидацией вокруг своей кандидатуры, всех элит, условно говоря. То есть этот процесс тоже должен быть запущен, и он тоже невозможен без некоторой, ну, как бы оперативной обратной связи. То есть необходимо выстраивать достаточно серьезные, не командные, а партнерские отношения с районами, то есть с другими городскими кругами, с муниципалитетами. Вот. К сожалению, на сегодняшний день пока все финансовые возможности остаются, условно говоря, у государства, да, то есть, ну, большой соблазн, большое желание, ну, грубо говоря, командовать. То есть только раздавать указания, что мне надо. Но я знаю, что на сегодняшний день сами процедуры, даже выборы и назначения глав муниципальных районов, они такие, что они становятся там все больше приходит более самостоятельных людей. Там все больше экономические условия диктуют политический выбор, нежели, ну, некоторая политическая стабильность заставляет, грубо говоря, на это оглядываться. И вот все эти вопросы вот этого, то есть поиска стабильности, они будут заставлять просто-напросто действующую сегодняшнюю команду, ну, скажем так, выходить в открытый космос. Ну, Михаил, а вот смотрите, вы говорите, да, сейчас про партнерские отношения, про, ну, вот все это очень хорошо звучит, выборы у нас впереди, а вот не проще просто не допустить до выборов реальных кандидатов и, собственно, этим решить всю проблему. А это не решение проблемы. Я же уже сказал то, что, ну, сомнений нет, что при сегодняшнем наборе кандидатов, тех, кто, ну, там, все, кто озвучил... Ну, вот давайте посмотрим праймерис Единой России. Ну, это кандидат от Единой России. Да, это кандидат от Единой России. А вообще все, кто из других партий там говорит о том, что там я иду. Ну-ка, 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 кто? То есть, ну, от ЛДПР есть кандидат, насколько я понимаю, Кирилл Чиркасов. Ну, вы шутите? То есть, ну, в принципе, наверное, все. Но вы действительно его считаете реальным оппонентом? Нет, нет, я как раз и говорю, то, что при сегодняшней модели у меня нет сомнений в том, что Игорь Васильев выигрывает эти выборы. Вопрос в том, каким образом он выигрывает. То есть вопрос в том, сколько человек после выборов могут пойти и сказать, я за тебя голосовал, я тебе верю, ты мне, собственно говоря, ну, организуй жизнь в регионе как бы достойную. То есть, таких людей может быть очень мало. То есть, сама легитимность выборов, она заставляет, ну, грубо говоря, работать с электоратом. А вопрос легитимности, вы думаете, он вообще вот кого-то волнует? Волнует. То есть, политтехнологов волнует. Хорошо. Вот давайте с другой стороны на эту историю посмотрим. Сейчас в интернете активно обсуждается возможность единого кандидата от оппозиции. И предложил это не кто-нибудь, это предложил Сергей Миронов, который является лидером Справедливой России. Он сказал, что ребята, давайте посмотрим в тех регионах, где реально составить конкуренцию действующим губернаторам. Давайте посмотрим, может быть, мы объединим силы и единого кандидата от оппозиции выставим. Вот у нас в регионе это возможно? Да, конечно, возможно. А хорошо. А кто этот человек будет? Я думаю, что это однозначно должен быть варяг. Потому что среди местных элит, на мой взгляд, не осталось никого, кто бы искренне хотел стать губернатором и имел бы на это шансы и возможные. Возможно, такие люди есть, но они очень тесно на сегодняшний день связаны с федеральным центром, с «Единой Россией». И у них по отношению к должности кандидата, выдвинутого от партии, от «Единой России», шансов ноль практически. Из таких возможных кандидатов, которые теоретически возможны, это Василий Куприянович Сураев. То есть он на сегодняшний день не член «Единой России», у него достаточно хороший бэкграунд, он сильный хозяйственник, он достаточно порядочный и честный политик. Насколько это возможно в политике, на самом деле. И у него шансы, на самом деле, достаточно высокие. Но его личное желание, его личные, скажем так, амбиции, насколько ему это вообще, в принципе, надо, это вопрос большой. Ну, хорошо. А что нужно сделать, чтобы как-то, я не знаю, убедить Василия Куприяновича и участвовать в этих выборах. Нет, я думаю, что если заниматься, то нужно этим заниматься действительно на федеральном уровне. То есть чтобы выборы были конкурентными, то вот оппозиционные партии, ну, на самом деле, я их не совсем считаю оппозиционными, что ли, да, но действительно на федеральном уровне подыскать кандидатов для всей, грубо говоря, там, компании политической по всем регионам, это было бы интересно. Хотя, на мой взгляд, на сегодняшний день это нереально. То есть единый кандидат от оппозиции, возможно, только в том случае, если оппозиции, ну, скажем так, оппозиции будет решено реорганизоваться. Условно говоря, там, все партии, там, сливаются в какую-то одну, там, ну, и появляется там новая, там, оппозиционная партия. Да, ну, Михаил, бог с вами. А в чем проблема коммунистам с праворусом и ЛДПР договориться и поддержать одного, но реального, настоящего кандидата, который действительно может составить конкуренцию? Ну, во-первых, выдвинуть должна партия. То есть, насколько я понимаю, партия одна. Во-вторых, им можно, наверное, будет договориться там по всем регионам. То есть, ну, там, вы идете здесь, мы идем здесь и так далее. Потому что выборы ведь, они, ну, это, финиш у выборов не наступает тогда, когда проходит единый день голосования. Финиш у выборов, это, собственно говоря, окончание срока, на который кандидат выбран. Потому что в течение срока этот кандидат будет иметь вес, иметь возможность, иметь, ну, собственно говоря, право рулить. И, в общем-то, партии-то бьются за это право. И партии бьются за то, чтобы кандидат наш, находясь у этого руля, ну, собственно, способствовал росту политического веса влияния нашей партии. Ну, так должно быть как минимум. По факту получается так, что пока на сегодняшний день все основные ресурсы, что ли, возможности, они сконцентрированы в одной партии. И, к сожалению, это не дает возможности развиваться политической культуре в нашей стране. И именно поэтому, именно из-за отсутствия политической культуры, я считаю, что нет возможности появления единого кандидата от оппозиционных партий. Вот на этом я предлагаю уйти на перерыв. Это особое мнение Михаила Шевелева. Буквально через пару минут мы вернемся, а сейчас реклама. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101FM. Мы возвращаемся в эфир на 101FM программы «Особое мнение». Юлия Афанасьева, Михаил Шевелев напротив меня. Михаил сейчас так поправил очки. Вот еще хочу с вами поговорить. Сейчас в наш регион приезжают московские кураторы, московские политтехнологи, которые активно опрашивают местных экспертов, местные элиты на предмет того, какая ситуация сейчас сложилась в регионе, как себя зарекомендовала новая команда. Это нормальная практика или это что-то из ряда вон выходящее? Да нет, я думаю, что это, во-первых, нормальная цивилизованная практика. Во-вторых, появление этой практики все-таки связывалось с кадровыми изменениями, которые произошли в администрации президента. Потому что приход Кириенко в аппарат президента, в администрацию президента, руководство этой организации и структурой, конечно же, достаточно серьезно. Я бы считал, что именно технологически и методологически привнес некоторые новые черты, которые были раньше. И тот подход, те вопросы, которые задают новые люди, они призваны дать ответ и сформировать реальную картинку, что происходит и какие движения происходят внутри того или иного региона. При этом, понимаете, в чем элемент, что ли, федеральных глобальных изменений? Он заключается в том, что губернатору на сегодняшний день, чтобы обладать достаточно высоким доверием, что ли, со стороны центра, необходимо демонстрировать не только хозяйственные способности, и, скорее всего, даже не совсем хозяйственные способности, то есть не финансово-хозяйственные, а в очень большой степени вопросы именно открытости, политической гибкости и умения вести диалог с обществом. Это на сегодняшний день востребовано, потому что, ну, там, фраза денег нет. Но вы держитесь. Ну, да, то есть добавляется, но вы держитесь. Во-первых, это стало добавляться во время кризиса. Во-вторых, еще 10 лет назад, ну, тоже ведь говорили, что денег нет. Хотя формировали там фонд благосостояния будущих поколений, там, открадывали в кубышку, там, ну, очень много, скажем так, производили накоплений, там, подушку финансовой безопасности и так далее. Вот, но тоже говорили, денег нет. Сейчас на самом деле денег нет. Сейчас вопрос, ну, ведется, там, считают, не, там, пятилетием, там, тремя, там, годами, даже годом считают. То есть насколько хватит запаса прочности. Никто не может сказать, что будет, там, ценой на нефть, да. Никто не может сказать, как будет развиваться, условно говоря, там, глобальный, там, кризис, как будет развиваться. Никто не может сказать, как поведут себя, условно говоря, страны в тех новых, там, геополитических условиях. Это все влияет, в том числе, на НАТО. И, соответственно, фактор стабильности, фактор стабильности, условно, такой, социальный, он очень важен. То есть и он в очень большой степени зависит от реакции властей на те моменты, которые происходят. То есть, ну как, урезается заработная плата бюджетным работникам. То есть бюджет школ, там, бюджет, ну, про объекты здравоохранения не скажу, не знаю, там, да, по школам знаю, сам работаю. Вот, а это урезание бюджетов, оно достаточно серьезно, как бы, ставит вызов, во-первых, перед школой. То есть они разговаривают с родителями учеников, то есть говорят о том, что мы в новых реальностях находимся. То есть нам урезали, вот, какие-то, там, дополнительные программы, там, на обучение связанные. То есть нам нужно как-то решать вопрос. Решать вопрос с обучением. Без денег, ну, ничего не будет двигаться. Невозможно на энтузиазме заниматься никакой работой профессионально. Михаил, вот, если вернуться все-таки к оценке, да, деятельности Игоря Васильева и, вот, оценки, да, московскими глазами, как я уже сказала, что опрашивают местных экспертов, вас ведь тоже опрашивали, да? Я разговаривал. А что спрашивали? Да, на самом деле мы, например, очень много пообщались по проекту поддержки местных инициатив. То есть тот опыт, который у нас накоплен, мы действительно лидеры. То есть мы лидеры в России. То есть номер, мало ли, Кировская область номер один. В инициативном бюджетировании Кировская область номер один. Мы не очень хорошо себя, там, как бы, скажем так, пиарим, там, на федеральном уровне. Мы скромны, на самом деле, но без ложной скромности из 4,5 миллиардов денежных средств, ресурсов, которые были во всем инициативном бюджетировании во всей Российской Федерации, ну, грубо говоря, это те средства, на которые, ну, созданы объекты новые, инфраструктурные, муниципальные, там, разные, другие. Почти 2 миллиарда кировских. Вы представляете масштаб, как бы, да? То есть если все субъекты это 4,5, то почти 2 миллиарда кировских. То есть и у нас здесь очень богатый опыт именно формирования вот этих вот групп местных активностей, ну, групп местной активности, которые уже поняли, что они своим трудом, своим участием способны, ну, отремонтировать себе дорогу, сделать детскую площадку, поднять какое-то небольшое дело, но которое, на самом деле, очень большое, стать хозяевами какой-то территории. Это, на самом деле, очень важно. И это на сегодняшний день стало федеральным трендом. То есть мы ведь с вами видим там то, что комфортная городская среда, приоритетный федеральный проект есть там, в ЖКХ есть там. Я уверен, что если эти принципы, скорее всего, будут дальше внедряться, и там, не за горами, но вопрос, связанный с фондом капитального ремонта, он тоже невозможно без людей, без их желания отремонтировать их дом. Это неправильно. Ну, потому что должны быть какие-то согласованные действия, чтобы как минимум просто поменять внутренние коммуникации. Люди должны находиться дома, чтобы у них трубу в комнате проложили новую. То есть вот такие моменты, они, ну, очень важны на сегодняшний день для федерального центра. И я вот смотрел запись семинара, который проходил в Казани, да, то есть у нас же, как у нас, к сожалению, там сейчас это внедряется сверху. Обязательно слушайте народ. Обязательно без их мнения не имитируйте бурную деятельность. Обязательно обеспечьте общественный контроль расходования бюджетных денег. Да, слушание обязательно, если никакой своей там инициативы. То есть и вот эти подходы, на самом деле, вот мы про них разговаривали. Мы про них разговаривали достаточно много и долго, и москвичам было интересно достаточно. А о том, в чем Кировская область не молодец, разговаривали? Ну, я человек достаточно честный, я говорю, все, что говорю у вас, я говорю и там. То есть все, что мы говорим со страниц нашего журнала, кстати, свежий номер журнала ТДТ вышел. Ой, а что, сколько вы говорите со страниц журнала интересного, кстати сказать? Ну, буков много на самом деле, но для людей, понимающих, как бы, которым необходимо принимать решения, я думаю, что бывают очень полезные. И мы рады, что он востребован на сегодняшний день в разных структурах. Нас просят, просят материалы подготовить. Ну, это к слову, а на самом деле то, что тем много и тем поднималось много. И там сказать, что вот конкретно про эту тему говорили или не говорили, ну, мы сейчас можем долго про это разговаривать. Ну, хорошо, сколько, шесть минут у нас осталось до конца эфира. Давайте, ну, коротко про налоги, что ли, поговорим. Шесть минут у нас на налоги всего осталось. Ну, что, вот в федеральных СМИ сейчас ведется широкая дискуссия на тему нового фискального маневра, снижение ставки страховых взносов с 30 до 22 и одновременное повышение НДС с 18 до 22, так называемая формула 22-22. Правительство хочет снизить социальные взносы за счет повышения НДС. Как вы относитесь к этой инициативе? Мне очень нравится словосочетание финансово, фискальный маневр. Очень нравится. Вот именно это так и выглядит, вот как маневр. Как бы сделать так, чтобы вот при этих же совершенно условиях, вот при этих же не вкладывать, чтобы денег было больше. Прошу прощения. Ну, на мой взгляд, очень здравое решение. Здравое. Да. То есть оно здравое в первую очередь по вопросам администрирования и прозрачности отношений. А я поясню. Администрирование заключается в том, что за последний год налоговая очень сильно продвинулась с точки зрения администрирования НДС. НДС. Да. То есть сейчас фактически все возможные лазейки, способы оптимизации каких-то там схематизации вопросов, связанных с НДС, они практически исчерпаны. То есть и там налоговое планирование на сегодняшний день для консультантов заключается только в выборе там возможных сроков уплаты, там сроков декларирования. Ну, таких тех способов, которые в законе, в общем-то, и предусмотрены в кодексе налоговом. Поэтому это продвижение позволяет весьма легко и просто, условно говоря, изменить цифру, которая декларируется с 18 до 22. То есть она не потребует абсолютно никаких административных затрат и очень легко может быть просчитано, что, собственно говоря, в результате будет получено налоговым органам, ну, соответственно, бюджетной системой. Это раз. Второе. Снижение как минимум, ну, до 22, наверное, даже маловато. Вообще снижение социальных налогов на зарплату – это то, чего ждут очень многие предприниматели. Потому что, ну, к сожалению, у нас сложилось так, что очень мало у нас налогоплательщиков. По сути, только руководители предприятий, там, предприниматели являются у нас настоящими налогоплательщиками. Люди, которые работают за зарплату, для них этот НДФЛ, они вспоминают про него чаще всего тогда, когда нужно получить вычет дополнительный. То есть там на лечение, на приобретение недвижимости и так далее. Во всем остальном они забывают. Но мы его не платим сами, и поэтому мы на себе не ощущаем в полной мере налоговой нагрузки. Да. А так как мы не являемся налогоплательщиками, то мы понимаем, что, да, там, городские власти, государства, они должны делать, они должны там снег вывозить, они там должны там как-то у нас там инфраструктурой заниматься, развитием. Вот. Но то, что мы, в принципе, они должны заниматься этим за наши деньги, за деньги налогоплательщиков, вот это вот у нас разрыв в сознании, к сожалению, очень серьезный. И снижение ставки по отношению к социальным налогам, он прежде всего говорит о том, что многие готовы сегодня работать в белую. То есть чем больше прозрачные отношения, более прозрачные отношения, чем меньше возможностей для налогового маневра, для налогоплательщика, тем более здоровые отношения с точки зрения конкуренции наступают. То есть даже коррупция отходит на более такой низкий план. И люди могут просто выйти из тени. Вот те, кто может позволить себе 22% платить, очень многие выйдут из тени. И это очень важно на самом деле хотя бы для малого и среднего бизнеса. То есть это большое подспорье. Они, вот наше поколение уже, я не рассчитываю на пенсию. Я не представляю, как можно сейчас жить, чтобы там... Недавно, по-моему, Голодец озвучила цифру, да, то есть с одной стороны все говорят о том, что она сейчас порог молодости немножко смещается. Ну, типа она начинается там, ну, заканчивается в 60. А с другой стороны, Голодец сказал о том, что, ну, средним возрастом мужчины 66 лет там. Да, то есть, ну, рассчитывать на пенсию в данном случае там, ну, очень тяжело. То есть, ну, вот я не рассчитываю на самом деле. Вы не доживете или не сможете жить на пенсию, я говорю. Ну, не рассчитываю на нее, по крайней мере. Ну, во-первых, количество, там, сумма пенсии, наверное, она для нашего поколения там достаточно обидная. Вот, а тем более с учетом наших накоплений, которые мы совершили за всю жизнь. Плюсом, то, что сейчас работодатели платят в этот пенсионный фонд, в фонд социального страхования, и то, как они работают, то, как они, ну, собственно говоря, оправдывают или не оправдывают ожидания наши, да, это же страховые взносы, то это, конечно, эта цифра считается несправедливой. То есть, лучше ее отдать работнику, и пусть он сам ответственно распоряжается за то, как он им там, ей распорядиться. А в результате ни те, ни другие не получают там, да, то есть, большое количество денег там выплачиваться в конвертах. Ну, а что, Михаил, вот скажите мне. И, соответственно, этот маневр, он позволит, с одной стороны, сделать более понятной и белой зарплату, скажем так, да. То есть, с другой стороны, оно позволит, ну, грубо говоря, переложить это время. Я даже думаю, что если бы просто снизили до 22, то точки зрения потерь бюджета они были бы минимальны. Вот, а увеличение НДС, оно, конечно же, увеличивает в любом случае поступление автоматически в бюджет. Просто на сегодняшний день при этом уровне администрирования. Я думаю, следующий метап, знаете, какой будет, так, по пророчеству ее, может быть, немножко. Это повышение минимального размера оплат труда, то есть, по всем регионам. И в данном контексте получится так, что сейчас очень многие платят там минималку, условно, да, то есть, ну, там обосновывают, то есть, меньше минималки нельзя платить. А вот повышение минималки, вкупе с этим, оно, ну, позволит достаточно серьезно наполнить бюджет. Ну что же, на этом закончилось у нас с вами, к сожалению, время. Это было особое мнение Михаила Шевелева, секретаря Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Михаил, спасибо вам за эфир. Спасибо, Юля. Эфир для вас свела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM